Привет дорогие мои друзья! Сегодня у нас на обзоре датчик движения с сенсором света QuingPing. Поставляется устройство в простой белой коробке с изображением и названием датчика. Сверху указан логотип системы Xiaomi Mijia. Надписи сзади выполнены на английском и китайском языках. Тут указан номер модели, комплектация, интерфейс. Коробка приехала помятая, но датчик не пострадал, так как датчик удерживается в центре коробки. Внутри коробки инструкция на двух языках. Датчик с магнитной подставкой и наклейка двухстороннего скотча. Датчик изготовлен из ABS пластика и имеет практически цилиндрическую форму. В передней части находится многосегментная линза Фрейнеля и сенсор освещения, прикрытый полупрозрачным пластиком. В задней части отсек для батареек с магнитом в крышке. Батарейки используются CR2450, упакованных сразу в одну кассету. Синий пластиковый рычажок связан с кнопкой сопряжения. Пройдемся по характеристикам. Модель CJPR1. Рабочая температура от минус 10 до плюс 45. Расстояние обнаружения 7 метров. Угол обнаружения 120 градусов. Диапазон светочувствительности от 0 до 83 тысяч люкс. Питание 2 батарейки CR2450. Модуль связи Bluetooth. Перед началом подключения датчика включаем Bluetooth на смартфоне. Далее запускаем приложение Mi Home. У меня оно от VEVS объединяет все регионы. Подключение происходит так же как и у других устройств. Выбираем имя датчика и местоположение. После завершения подключения приложение загрузит плагин для настройки управления датчиком. Окно главного экрана разделено на две части. В верхнем отображается текущее значение освещения. А в нижнем журнал последних срабатываний датчика движения. По нажатию на три точки в верхнем правом углу откроется вкладка с основными настройками устройства. Здесь доступны изменения имени устройства, местоположения, обновления, прошивки и автоматизация. В автоматизации датчик выступает как условие. По движению доступны сцены. Есть движение, нет движения. И по уровню освещенности. Выше указанной или ниже указанной. У меня настроено две автоматизации. Это включение подсветки на кухне, если обнаружено движение и яркость ниже указанного 50 люкс. Если одну минуту нет движения, подсветка выключается. В заключении могу сказать, что это интересное устройство, которое понравится многим. Дизайн и качество на высоте, ну и конечно невысокая цена. Надеюсь датчик вам понравился. Если возникнут вопросы, задавайте в комментариях. Ссылку на данный товар оставлю в описании. Кто не подписан, обязательно подписывайтесь и смотрите другие мои видео. Пока-пока.